Иванова Лада Анатольевна Сейчас, с учетом всей ситуации, у нас идет мощнейшее развитие именно внутреннего туризма. И я думаю, что за ним очень большое будущее. Ведь страна у нас огромная, большая. И далеко не все люди в нашей стране живут в крупных городах, таких как Москва, Петербург. Есть очень много красивых городов, расположенных далеко. И люди сейчас могут ездить по стране, совмещая две очень разные, казалось бы, разнонаправленные вещи. Первое – это здоровье, получение здоровья, обследование, профилактика или лечение. И в то же время туризм, то есть осмотр достопримечательностей. Что вообще такое медицинский туризм? Это когда человек совмещает две вещи. Он лечится или обследуется, то есть занимается своим здоровьем. И параллельно с этим смотрит новый город, смотрит новую область, посещает экскурсии, знакомится с городом, знакомится с театрами, с музеями и так далее. Если говорить про родовспоможение, медицинский туризм и вообще вот акушерство, гинекология, то эта тема развита у нас пока очень слабо в стране. Ни для кого не секрет, что рожать женщины, наоборот, раньше ездили из России, ну вот, например, из Петербурга было модно поехать родить в Финляндии. Ну, рядышком. И родишь, и заодно посмотришь… Или в США паспорт получить. Город, да. Или, допустим, в какую-то страну для получения гражданства. Сейчас ситуация эта изменилась. Вот. И, вы знаете, она изменилась не только с точки зрения того, что сложно куда-то ехать по политическим там моментам. Но и в крупных, как минимум, городах нашей страны сейчас условия, например, для родов, они не то, что не хуже, чем в той же Финляндии. Они значительно лучше в ряде клиник. И мы можем этим гордиться. Я думаю, вы сами это вот увидите сегодня, вот это поснимав. В нашу страну раньше ездили в основном на такие, на зоологии, на такие заболевания, как онкология, как опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистая система. Вот тут к нам приезжали из других стран и так далее. Родовспоможение как-то было в стороне. Но сейчас мы начинаем это развивать. Возьмем, например, такой интересный, красивейший регион, как Дальний Восток. Красивые там города, красивые сопки и так далее. Почему бы женщине не поехать в Петербург для того, чтобы обследовать свое женское здоровье, а заодно посмотреть наш город. Или наоборот, поехать в Петербург, красиво погулять, белые ночи, дворцы, музеи, масса чего, да, это музей под открытым небом. А заодно проверить свое женское здоровье, если мы говорим не про беременность. И вот такие программы сейчас мы создаем. У нас есть программа «Женское здоровье». Это именно вот такое обследование. Оно будет проходить очень за короткий промежуток времени. То есть не надо будет делать 100 визитов в клинику. Сегодня одно, завтра другое. Мы понимаем, что люди приехали для туризма на небольшой срок. И поэтому за короткое время, то есть это будет буквально два посещения, два раза посещение клиники, женщина и сдаст все анализы, сделает обследование и получит необходимые консультации специалистов. Следующий прием, результаты анализов уже готовы. И это повторное и окончательное заключение. Все остальные дни прекрасная экскурсионная программа в нашем городе. И муж, как говорится, при деле, и у нее будут впечатления не о том, что она только занималась здоровьем, но и о красивом городе. Есть программы подготовки к беременности. То же самое. Обычно они занимают много времени. Мы предоставляем нашим медицинским туристам, кто приедет в Петербург и к нам обратится, допустим, обследовать свое здоровье для подготовки к беременности в максимально короткие сроки. Это может быть и подготовка к естественной беременности, это может быть и подготовка к ЭКО, ну, к экстракорпоральному оплодотворению, там, любыми методами современных вспомогательных репродуктивных технологий. Ну, конечно, нам очень интересно, если к нам еще и поедут рожать. Женщины в Петербург. Как мы себе это видим? Мы можем предоставить жилье, это у нас есть договор с очень красивым отелем, который расположен в Петродворцовом районе, то есть прямо напротив Петродворца. Вот это прямо-прямо, это шаговая доступность, ни на чем не надо ехать. Людей встретят в аэропорту, привезут в красивый этот отель, они будут там жить. От отеля до нас 15 минут на машине, шаттл мы предоставляем, ну, отель предоставляет. И женщину мы и пообследуем быстренько, и экскурсионная программа будет красивейшая. И при моменте наступления родов ее к нам быстренько привезут, и она будет у нас рожать в очень комфортных условиях. Все это время муж опять же может отдыхать, ездить на экскурсии, ждать супругу и так далее. Если пара не заинтересована в отеле, они могут снять жилье самостоятельно и все остальные услуги у нас получить. Вот это и будет медицинский туризм. Приехали, родили, посмотрели прекрасный город. И очень еще такой, знаете, момент, которым я горжусь, у нас очень тесное сотрудничество с Центральным дворцом регистрации рождения «Малютка». Это действительно дворец на Штатской улице, и там проходят самые красивые торжественные регистрации детишек Санкт-Петербурга. Так вот, дворец регистрируют, и это бесплатная услуга, я подчеркну, всех деток, которые родились в Петербурге, независимо от того, с какого города они приехали в наши страны. Им будет проведена по желанию торжественная регистрация, вручение медали рожденному в Санкт-Петербурге. Это все очень красиво, трогательно, и это тоже, знаете, такой момент, он и туристический, и нежный, и красивый, и в то же время это новый человек, который родился. Даже если люди опять уедут, они, конечно, уедут в свой родной город, на всю жизнь останется память, вот это красивое свидетельство о рождении, медаль, рожденную в Санкт-Петербурге. Эмоции, воспоминания. Я вот так вот представил, у них тоже трое детей уже в разных домах рожали. С одной стороны, да, это интересно, это, ну, если бы я жил в Владивостоке, вполне возможно, я бы желал, да, в Санкт-Петербурге родить, ну, чтобы жена родила. Но, опять же, я бы, наверное, смотрел в первую очередь какие-то правительственные программы, чтобы какой-то, может быть, кэшбэк был, например, ну, там, за авиабилетом, что далеко, расстояние большие. Как сейчас, это туристический кэшбэк, едешь в лагерь, тебя там возвращают, да, там, по карте мира, еще что-то, что-то такое тоже сделать, чтобы, допустим, ты оплачиваешь сумму, а правительство чуть-чуть, там, тебе возвращает. И так они, ну, двухзайцев, грубо говоря, и туризм, да, здесь тоже это, это, как бы, человек же привозит деньги, он тут их тратит, да, грубо говоря, да. Знаете, вы говорите очень интересную вещь, она, на удивление, не приходила нам в голову, но вот даже из того, что вы сейчас сказали, я вижу это так. Если люди покупают тур в Петербург, да, тур, а параллельно с нами списываются, что у них будет медобслуживание, никто им не откажет в кэшбэке на тур. У них там и проживание будет, и билеты на самолет, то есть это, это возможная история, она очень интересная. Как-то коллаборировать, потому что я вижу, у меня просто, ну, много подписчиков из разных углов страны, они пишут, что, ну, у них нет, допустим, загранпаспорта, я понимаю, что они никогда не были, ну, и не были они в Петербурге, очень хотят. Это мелкие города, это люди, которые стремятся выехать, но у них нет возможности. И вот очень бы хотелось их, как бы, культурироваться, ну, привлечь. Великолепно, вы все говорите, знаете, очень важная вещь, я не сказала, что всегда сейчас вот у людей, кого не спроси, в сознании сидит, что медицинский туризм в плане медицины, это всегда платная история. Да, на этом строятся бизнесы и бизнес-империи, и компании, и корпорации этим занимаются. Ну, поскольку первое, мы только начинаем, а второе, сейчас все-таки мы ориентируемся, повторюсь, на внутренний туризм, у нас вот эта история может быть по ОМС, то есть бесплатно для людей. И более того, она не то, что может быть, она уже происходит, к нам сейчас уже поехали с севера, к нам приезжают из Дальнего Востока, из Архангельска, у нас приезжают пары, которые будут свои деньги платить за туризм, за экскурсии, как это, и это естественно. Но медицина, народы, мы берем родовой сертификат, нам также это оплачивает государство, потому что это граждане России, и по закону Российской Федерации они имеют права родить в любом государственном родовспомогательном учреждении, а мы не платный роддом, мы государственный родильный дом. Вот это очень важно. И мы рады, мы рады этим людям, потому что они нам что-то о себе рассказывают, да, мы, скажем так, на них не зарабатываем, но мы и не тратимся, потому что по ОМС нам деньги эти через терфонд возвращаются, ну, как обычные, обычные роды. Вот, но мы пропагандируем свой родильный дом в других городах, мы любим свой город и рады, что еще люди тоже его узнают и так далее. То есть по ОМС мы тоже работаем. Все остальное по желанию клиента. Хотят они какой-то там доп-доп-доп-сервис, пожалуйста, они его оплатят. Нет, они прекрасные по ОМСной линейке у нас родят. Я сразу хочу ответить на вопрос, который нам задают часто. А как же история «я глубоко беременна» и самолет? История сложная, история сложная. Поэтому сразу будем говорить, если это поезд, то нет проблем, да, на поезде можно приехать, нет проблем, автомобиль, нет проблем. Если это самолет, то самолет, насколько я знаю, сажают до срока 36 недель беременности. То есть люди все-таки должны понимать, что они не прилетают сюда на неделю. Но, опять же, нормальные естественные роды, они с 37 недель беременности до 41. И далеко не все женщины рожают в 40 недель. То есть женщины, если особенно это повторные роды или третьи роды, если они в 36 недель прилетают сюда, то, как правило, вторые и третьи роды идут на сроки 38-39 недель. Далеко не всегда 40. Но это, да, это длительный период проживания. Это вот надо иметь в виду. Либо ехать на поезде. Ну, если там, например, Кесарева, то другому прочь с планированием. То есть ты знаешь, когда ты родину. Конечно. Тут уже нюансы, поэтому, вы знаете, мы стараемся так. Мы списываемся с нашими парами, которые к нам хотят приехать из других городов. И вот эти все нюансы уже с врачом в переписке, они обсуждаются. Как людям лучше добраться, на какой срок рассчитывать. Мы все это делаем. Ну, а программы, которые вот просто женское здоровье или подготовка к беременности, они, как говорится, от самолета не зависят, сел, приехал. Сейчас мы вводим еще одну очень интересную программу. Мы почему-то думаем, что на нее должен быть большой спрос. Есть такое, знаете, понятие в акушерстве, как золотой месяц беременности. Это немножечко сленг, но его знают. Что такое золотой месяц беременности? Это самая серединка беременности. Беременность делится на первый триместр, второй, третий. То есть, ну, как бы на три части. Первая часть, она обычно связана с какими-то недомоганиями, тошнота, рвота. И женщина вот к своему состоянию привыкает. И вот ей тут, как правило, не до поездок, не до впечатлений. И они боятся, не будет ли выкидыш, они точно никуда не ездят, не летают. Как правило, не все, но как правило. Потом наступает серединка беременности. Вот она и называется золотой срок, золотой там месяц, два, три. Когда женщина уже привыкла, у нее вот эти все неприятности уже ушли. Она округлилась, но она еще не толстая. Они, наоборот, женщины в этот период такие красоткие. Очень мягкие черты лица и фигуры. И они себе сами нравятся, они себя любят. И это то время, когда они хотят и готовы путешествовать. А потом уже перед родами это уже тяжело, это полнота, это живот, там другие нюансы. Так вот, в эту серединку беременности, там идут еще мощные обследования по плоду, по медицине. И мы сейчас делаем программу, чтобы на этот срок нам могла приехать беременная пара, так назовем. Мы полностью обследуем самый важный триместр, все моменты, за один-два дня. И они прекрасно погуляют по городу, посетят экскурсии, музеи, и все будет очень хорошо. Я думаю, что вот это и тут самолет, опять же, можно и туда, и обратно, никаких нет проблем. Затем гинекологи пишут на этот срок всегда разрешение. Вот это может быть тоже интересным. Да, и также, конечно же, с регионами работать, чтобы они рекламировали эту программу. Допустим, роддома те же были заинтересованы там, допустим, где-нибудь там в Иркутске, грубо говоря, там или Северо-Байгальск, где-то там, ну, такие небольшие. Мы бы были очень рады. И вы знаете, тут вообще может быть взаимная история, потому что если люди приедут из таких интересных уголков, у нас, извините, вообще есть огромное количество медицинского персонала. Вот поверьте, сейчас лето, все приходят и спрашивают, куда поехать, куда поехать. Вы знаете, мы настолько все погрязли в свое время в загранице, что мы свою страну узнаем очень слабо. И есть места, куда действительно с огромной радостью поедут врачи и со своими семьями. Поэтому это будет еще и взаимный опыт. Ну, Карелия у нас совсем тут рядышком, в Карелию-то мы тут все ездим. Нам было бы интересно как раз Байкал, Дальний Восток, Алтайский край. Понимаете, вот совершенно другие места. Чуть-чуть подальше. Грубо говоря, Сибирь сюда к нам, а мы туда. А мы туда. Ну, то есть, к тому, что не обязательно из Иркутска, только Петербург. Можно еще рядом посмотреть. Конечно, конечно. Поэтому ждем, приезжайте, обмениваться будем опытом. И это направление, оно должно выстрелить. Ну, сейчас так, мир меняется, пускай меняется. Через три года в Петербурге родилось на два раза больше младенцев, чем в предыдущем году. Благодаря туризму. Да.